Всем привет, меня зовут Лиза и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас будет видео о покупках сайта TheFull. Я ни разу не заказывала ничего на этом сайте, но тут вот мне предложили предложение о сотрудничестве. Я, соответственно, решила заказать, протестировать вещи и посмотреть, что вообще придет и так далее. Что не пугать из-за того, что я в очках. Я просто сейчас заказала от себя очки, чтобы как-то их начать носить дома, не на постоянной основе. Вот, и мне кажется, это выглядит очень интересно. Такой образ миловидный получается. Вот, я надеюсь, что звук будет хороший, потому что я пишу еще снова на диктофон и, по идее, меня должно быть очень хорошо слышно. Поэтому давайте начинать. Еще у меня есть для вас промокод на скидочку. Не помню, на сколько процентов. Вот где-то будет написано. Также примерка вещей все будет там сбоку. Стандартно все в таких покупках. И, кстати, еще на TheFull сейчас действует черная пятница, поэтому успевайте что-нибудь заказать по большим скидкам. И давайте начинать. У нас тут достаточно много вещей. Все приходит, кстати говоря, вот в таких пакетиках. На зип-мешочках таких. И первая вещь, с которой мы начнем... Я надеюсь, что я быстро все успею снять, потому что у меня садится камера. А первая вещь, с которой мы начнем... Такой свитер, он очень яркого синего цвета. Я его очень сильно хотела, но там был вот единственный размер, это XS, если я не ошибаюсь. Я решила взять XS. Конечно, он не такой большой, как я планировала. Если бы я взяла, как бы, размер намного больше, то все было бы намного лучше. В общем, по составу... Тут я что-то не помню, но он электризуется, скорее всего, что-то с полиэстером. Возможно, в составе есть акрил, я не знаю точно. Я просто реально не помню, что по составу, если что, я где-то здесь напишу. Но цвет очень классный, такая крупная вязка, очень красивая. Но сам он реально безумно мягкий, но по размерам он мне, конечно, чуть-чуть не так сидит, как мне бы хотелось. Он в целом не нормально, не жмет и так далее. Но, безусловно, если бы он был бы, например, XL, то он был бы таким очень объемным, оверсайзным. Поэтому, знаете, что если вы, как бы, берете что-то такое, лучше брать вообще на несколько размеров больше. Вот, если вы хотите, чтобы это сидело оверсайзанно, то так в целом сидит неплохо. На рукавах есть манжеты, вот такие вязка хорошие, рукава длинные. И вырез тут такой круглый. Цвет реально очень красивый, мне он безумно понравился. И я такие надежды на этот свитер питала, просто вы не представляете себе. Но это моя была ошибка, то, что я взяла XS вместо какого-нибудь 2XL или 3XL. Поэтому имеем то, что имеем. Но так он реально очень классный. Это, кстати, был, по-моему, мужской отдел. Очень плотная, кстати, вязка. Он не тянется. Так, следующая вещь. Давайте я вам покажу свитера, наверное, сейчас. Следующая вещь, это тоже свитер, тоже из мужского отдела. Я вообще сначала взяла его себе, потом поняла, что мне он как-то уже не нравится, когда он мне пришел. И в итоге его носит Денис, он ему очень нравится. Тоже качество немножечко другое. Мне кажется, оно чуть-чуть уже кончится. То есть более натуральный материал здесь, скорее всего. И вот это 2XL. Но, если честно, это не выглядит как 2XL, я вам скажу. Он потоньше, чем предыдущий. Кругленький вырез. Одна вязочка достаточно. И он триколор, получается. Colorblock, точнее. Или как это называется? Техника такая, в общем, трехцветный. Севенький такой. Бежевый, светло-белый, точнее. И темно-синий. Очень красивые оттенки. Мне они понравились. И вот на Денисе выглядит просто прекрасно. Я, конечно, это покажу на себе. Но на нем реально это выглядит просто супер. Вот будто на него шили. Мне больше нравится безусловно, как на нем это сидит. Очень красиво, аккуратненько, миленько. А вот здесь есть такие манжеты. Получается, у рукавчика он сужается к манжету. И снизу тоже есть манжетка, который особо роли не играет. То есть он свободный снизу. Хоть я и брала 2XL. Почему-то все равно он не такой большой, как мне бы хотелось. Ну, да ладно, да ладно, как говорится. Ничего страшного. Так, в целом, очень даже неплохой свитер. Мне он все равно понравился. По качеству он лучше, наверное, чем предыдущий. Предыдущий все-таки более такой гладкий. И, скорее всего, это более ненатуральный материал. Хотя, не знаю. По-моему, они по качеству одинаковые. По составу я имею в виду. Но этот будто более похож на такое. Что-то с хлопком, может быть, не знаю. Вот этот цвет рог для Дениса все-таки больше подошел, чем для меня. Следующая кофточка. Я брала, кстати, по-моему, этот цвет размер 2XL. Следующая кофточка. Очень тоже клевый принт. Это акрил 100% вот такая кофточка. Такие тут буквы получаются A, U, G. Красивый цвет. Очень классный материал. Безумно приятный. V-образный вырез такой. Есть тоже манжетики, как обычно. В общем, сшито просто невероятно. Вот его трогаешь, вообще не хочется отпускать из рук. Серьезно. Это вот уже 100% акрил, и он тоньше намного, чем предыдущие свитера. Но достаточно теплый. Опять же-таки, на Денисе почему-то он намного лучше сидит, чем на мне, как мне кажется. Я реально надеюсь, что он будет вот как, может быть, этот свитер, типа, такой же большой. Но, к сожалению, нет. Так не получилось. Он не такой большой, что меня, конечно, немножечко огорчает. Я вот его хотела носить с рубашкой, типа, с воротничком. Ну, не знаю, буду ли я его носить. Скорее всего, будет больше его носить Денис. Но качество реально очень классное. Я просто... Сидит как бы на мне хорошо, но я люблю просто более длинные вещи, которые вот более такие большие. Именно свитера, там, кардиганы и так далее. Но мне безумно нравится цвет. Безумно нравится качество. Как оно сшито очень аккуратно. И вот сама форма свитера очень классная. В-образный вырез, красиво все. Цвет такой какой-то небесно-голубой, темненький. Тут манжетики такие есть. Они прям облегают рукав. И в целом он как-то облегает. То есть вот здесь, например, у меня на свитере свободные рукавчики. Но тут нет. Они, по-моему, облегают вот здесь. Идем далее. Далее я вам покажу топики, которые мне тоже, видимо, понравились. Это два топика. Они совершенно одинаковые. Так, первый вот такой. У меня тут даже, кстати, еще бирка висит. Я убрала аж в размере L. Короче, там размеры маломерят очень сильно. Теперь такой зеленый. Вы увидите, как он на мне смотрится. Он такой со сборками. Очень красиво сидит. Чёркивает. То надо вообще супер просто садиться по фигуре. Также есть регулировать, чтобы лямочки. Очень удобно. Вырез тут неглубокий. То есть он собирается в такую граммошку. Я взяла специально побольше. Я просто сверила как бы с параметрами своими. И с параметрами как бы размера. И я поняла, что мне нужен L. При том, что обычно такие топики я беру S. Цвет безумно красивый. Такой оливковый. Очень классный материал. Кстати, приятный. Скорее всего, конечно, синтетик. Полиэстер, но он приятный к телу. То есть нет того, что он колется как-то и так далее. То есть то ли они относительно недорого. Поэтому простительно. Такую стоимость, такое качество. И следующий топик точно такой же. Я даже не знаю, какой мне из них больше понравился. В общем, он точно такой же, только коричневый цвет. Тоже размер L. То есть вот он буквально точно такой же. Опять же, такие очень красивые оттенки. Здесь, кстати, двойной подклад в этой части. Ночнее, как идёт, как бы чайный подклад. Вот, видите. И то же самое на зелёном топике. Также есть регуляторы вот этих размеров, что очень удобно. И сбоку завязочки, которые собираются в гармошку. Которые, опять же-таки, можно регулировать, как вам нравится, как вам удобно. Цвет такой кофейный. Прямо на какао похож. Это какао-порошок. Вот это такой же цвет. Очень красивый. Мне понравился. Вообще, я их взяла, конечно, в надежде на то, что они смогут осенью подносить и так далее. Но они вот пришли буквально недавно, поэтому сейчас их только носите, если с чем-то очень реально тёплым. Чтобы просто-напросто не замёрзнуть. Что вам покажу? Это такой браслетик. Я не знаю, когда увидела, мне вот так захотелось. Он очень лёгкий. Понятное дело, что это просто как бюджетель. Это вообще пластик, скорее всего. Даже не сплав какой-то и так далее. В общем, он хорошо сидит. Лёгенький, красивенький. Как бы вообще. То есть, он не спадывает с меня. Ну, свободно, конечно. Нарадость-то можно звенью убрать. Но так он очень даже неплохо выглядит. Тылон тоже недорог. Поэтому за свою цену он в целом идеален. Так, следующая вещь. Точнее, это аксессуар. Это сумка вот такая. Она бордового цвета. Чтобы она форму держала, я её особо никуда не носила пока что. Потому что я сейчас учусь. И мне просто неудобно с такими сумками сидеть. Она очень, ну, небольшая вообще. У неё здесь такая ручка есть. Но можно эту ручку... Эту ручку нельзя отстепить. В общем, здесь две ручки, получается, есть вот такая. И как бы маленькая. Блин, с маленькой вообще, конечно, очень прикольная смотрится. Мне даже такая больше нравится. Мне кажется, скорее всего, я сниму вот эту как-нибудь ручку длинную. Потому что я не очень люблю такие длинные ручки. Но так её, кстати, вообще можно... Её можно вот так носить. То есть, она такая достаточно небольшая. И гремучая очень. Сюда максимум, по-моему, лезет, не знаю, кошелёк, телефон и так далее. Очень красивый бордовый цвет. Мне безумно он понравился. И сама вот эта цепочка, она такой какой-то черепаший окрас. Даже не черепаший. Знаете, на что похожие? Вот кораллы там продаются. Не кораллы, а вот ракушки всякие продаются там на море, на море, на курорте. Это что-то похожий окрас. Кожа очень мягкая, на самом деле, очень плотная, качественная. И я думаю, что если что-то сложить сюда, то она будет держать форму. Внутри тут ничего нет. Внутри это прошито как кожзама, сама она из кожзама. Сделано как под крокодил. Я не знаю, что это какой-то этот принт. По-моему, крокодили. В общем, ручка здесь достаточно такая, ну, не слишком длинная. Она в целом маленькая. Я думала, что она будет чуть-чуть побольше. Но меня это не смущает, так как я люблю маленькие сумки, когда я не хожу на учебу. Итак, следующая вещь, которую я вам покажу. Давайте над одеждой. Я если что-то заранее извиняю, что она мятая, что она грязная. Извините. Это такая футболка. Она у меня снизу грязновато, правда, будем показывать так. Футболка с мишкой. Очень красивый принт. Просто супер я в него влюбилась. Очень часто я в ней сторис появлялась. Очень часто я в целом ее в видео носила. Короче, футболку я прям постоянно таскала. Она из хлопка. То есть сам потерял этот хлопок. И на ней вот такая наклейка, которая, к сожалению, принт уже загадался. Она начинает слазить, и как эта наклейка. И уже после первой стирки как бы ему чуть-чуть плоховато стало. Я бы не сказала, что я могу ее прям на 100% советовать. Но как бы она неплохая. Не знаю. Она очень большая. Мне она очень нравится по размеру. Это 3XL мужская, если я не ошибаюсь. В общем, принт прикольный. Цепь прикольный. Сама футболка качественная. Но принт, конечно, меня разочаровала именно по своему качеству. Так-то он выглядит хорошо. Но вот он закатался. Я думаю, он больше не будет скатываться, скорее всего. Но все же, немножечко обидненько. Тут написано, что это спитой. В общем, такая очень красивый принт. Сами видите, очень яркий такой. Из-за того, что это наклейка, он не очень. А как бы по качеству тут еще грязно снизу. Опустим этот факт. Мы ничего не видели, окей, окей. Поэтому по качеству прикольный. Хороший, я думаю, назад получилось похожие футболки с таким качеством, которые будут просто получше именно принт. Может быть, вышивка, что-то подобное. А следующая вещь, она такая игривая. Это, в общем, комплект белья, который очень милый. Получается, у него есть низ трусишки. Я не буду на себе показывать, потому что мне просто неловко. В общем, такие трусишки. Они брюшки. Очень красивый принт. Они как полупрозрачные вроде бы идут. Не знаю, просвечивают немножечко. Бантик есть такой очень забавный. Это, конечно, полиэстер. Грустно. Да, полиэстер. И эластан 10%. Вот. И лиф. Лиф какой-то вообще очень маленький. Я его когда надела, я что-то офигела от того, насколько он маленький. Короче, это вот так вот он выглядит. И застежка тут всего лишь одна получается. В общем, он реально малепусенький. Просто еле там что-то прикрывает. Это как бы такое декоративного характера. Просто там на себя посмотреть, полюбоваться и так далее. Но трусы, кстати, удобные. Причем, мне понравились. Трусы реально очень удобные. Потому что здесь есть резинка. Соответственно, они тянутся, сидят комфортно. Не жмут. У меня как бы от такого белья, которое не из натуральных материалов, ничего не чешется. Но, конечно, в идеале носить белье из натуральных материалов. Ну, а лиф. Я его вообще, по-моему, не надевала. Именно с точки зрения носки. Вот. Но он маленький реально. То есть, нет. Мне по размеру как бы хорошо. Я брала, по-моему, размер М. Если не ошибаюсь, да. Размер М. Лиф мне хорошо сидит. Хоть и на такой маленький очень. Но на мне хорошо все равно сидит. Вот. Из, получается, лямочки здесь регулируются. И есть такая вот одна застежка. Вот. Вот здесь. Это не очень удобно. Все-таки, наверное, он бы лучше держался, если бы было хотя бы там две застежки. Но, в целом, ничего страшного. Мне он все равно нравится. Мне очень понравился именно сам вариант вот этого, как это сказать, принта с сердечками. Очень прикольный. И последняя вещь на непозначимости. Это такая резинка. Она реально очень огромная. Ну, типа, я не ожидала, что она будет такой огромной. То есть, шишка с ней очень красиво подсмотреться. Она хорошо тянется. Коричневого цвета. То есть, на густые волосы прям супер будет. Поэтому, если вы что-то такое искали, то советую вам вот ее приобрести. Темно-шоколадного оттенка. Очень красивая. Такая атласная. В общем, резинка очень прикольная. Очень большая. Очень хорошо тянется. Я люблю такие резинки. Типа, вот так их можно на руке носить. В общем, прикольно. И у нас на этом было все. Большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. И не забывайте использовать мой промокод. Все вещи, все ссылочки, все в описании. Я вас всех люблю. Всех целую. Bye! Субтитры сделал DimaTorzok